Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Спальный район может спать спокойно. Чем на самом деле оказался подозрительный предмет, так похожий на снаряд? В любой ситуации человеку нельзя опускать руки. Я считаю, что нам трудности даны только для того, чтобы мы могли расти. Безграничные возможности. Как сильный духом и увлеченный творчеством, преодолевая все трудности, движется вперед к заветной мечте? Домашним животным, конечно, очень тяжело выживать на улице, ввиду того, что у них абсолютно не приспособлен к этому иммунитет. Когда у домашних нет дома, почему самые верные друзья человека оказываются на улице и как им можно помочь? Несанкционированная торговля на пляжах и в проходах к морю, на набережной и тротуарах – тема, которую обсуждали на расширенном совещании представителей курортной отрасли. Глава «Напа» Юрий Поляков озвучил твердое намерение искоренить стихийные рынки и потребовал от полиции дать гарантию навести в нашем городе порядок. В совещании с представителями городообразующей отрасли Юрий Поляков провел в диалоге, прямо задавая острые вопросы тем, кто должен на них ответить. Например, заместителю генерального директора санатория «Маяк», фасад которого этим летом превратили в рынок. Вы местный, Карник Ливанович? Да. Это не вы там торговлю наставили на верхнюю набережную, нет? Я хозяйственной частью занимаюсь. Ясно. А где ваша директор девушка там? Марина Владимировна приболела, насколько я знаю. А ее как вызываешь в администрацию, так она раз и приболела. Ну хорошо, вы мне расскажите, что вы будете делать с той торговлей, которую вы развели на своей территории в сторону высокого берега. Объясните мне, пожалуйста, набережной. С 2016 года «Маяк» вдруг прекратил принимать организованные группы детей без объективных на то причин. Видимо, выбор сделан в пользу прибыли от сдачи в аренду торговых площадей. Я ж не возражаю. Это вас санаторий, ваша территория, назначение есть для торговли? Ну, вопросов нет. Я для себя понимаю так. Ну и торгуйте к себе во двор, правильно или нет, там, для тех, кого вы там принимаете. А что вы торгуете в эту сторону? Все убили там вокруг, клумбы, все. Аттракционы, квасные бочки, холодильники – всему этому не место на набережной. И, конечно, свободными от торговли должны быть пляжи. Это приоритет, говорит глава. Вот этот бред, когда по пляжным территориям ходят, там, что они продают, там, пиво, там, чучхелу, там, я уже не помню, что, да, рыбу ходят по пляжным территориям. Вот я хочу от Плеева услышать. Скажите, мы можем это искоренить вообще? И вот сидит 500 человек, и ничего ни для кого нового нет. Все знают, что они ходят, почему они ходят и для чего они ходят. Мы можем это искоренить один раз, а найти того, куда это стекается все, и сказать человеку, слышишь, отшибись отсюда, чтобы твоей ноги тут больше не было, и все, и забыть про это. Возможно. Порядок будет. Все договорились. Такой же обратной связи Юрий Федорович ждет от руководителей предприятий санаторно-курортной отрасли. Квадроциклы на пляжах не наши, что делать с торговцами не знаем – это все надуманные причины. Один в поле не воин, тем более, когда война идет с армией нелегалов. Александр Иванович сидит, когда он выдал автомобиль в него с экипажем, и в тот год не ходили ни чечки, ни чечки, ни чего. Одна лива справилась по проспекту, по всему берегу. Чтобы город привести в порядок и сделать с него город-курорт, это, поверьте мне, одному человеку и даже десяти человеку, а не под силу. Это можно сделать только при участии всех жителей, всех руководителей, всех, кто находятся и переживают за город-курорт. А если всем здесь будет наплевать на этот город, понимаете, то никто никогда ничего не наведет порядок. Это первое в этом году совещание курортников под председательством главы Анапы. Юрий Поляков пообещал, отныне подобные встречи станут регулярными. Приоритеты расставлены. Находить механизмы будут уже в рабочем порядке. История с найденным в третьем микрорайоне боевым снарядом получила развязку. Подозрительный предмет, похожий на мину, оказался запчастью от трактора. Такое заключение сегодня сделали саперы. С утра вчерашнего дня на месте происшествия дежурил полицейский экипаж. Накануне на пустыре, где велись земляные работы, Анапчанин обнаружил подозрительный предмет, который по форме и размерам напоминал противотанковую мину. Саперы прибыли сегодня около 14.30. Вся процедура осмотра заняла порядка 10 минут. Как пояснил сапер, находка оказалась опорным катком от трактора. Остерегаться подделок призывают анапчан сотрудники полиции. Отдел экономической безопасности ОМВД города Анапа проводит информационно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и выявление фактов оборота фальшивых денежных купюр. Как правило, мошенники чаще всего сбывают поддельные купюры в местах, где не осуществляется должный контроль за подлинностью наличности. На рынках, в торговых ларьках и небольших магазинах. В последнее время фальшивки отличаются высоким качеством воспроизведения признаков подлинности, что относит их к разряду особо опасных видов фальсификации. Наиболее популярные денежные купюры номиналом 5000 рублей, ну и сейчас менее популярные это 1000 рублей, то есть за стоимость 1000 рублей. Сейчас на сегодняшний день высокое качество признаков подделки, то есть тяжело сейчас выявить поддельную денежную купюру. Даже детекторы, которые имеют ультрафиолетовое излучение, на сегодняшний день пропускают фальшивую денежную купюру как настоящую. Продавцам следует быть внимательными и тщательно проверять купюры на подлинность. Лучше всего для этого приобрести специальный сканирующий аппарат. Однако выявить фальшивку можно и без подручных средств. Поддельная купюра всегда плотнее настоящей, так как склеена из двух половинок. Блестящая лента, вшитая в купюру, может иметь следы отслоения. При рассматривании банкноты под разными углами у подлинной эмблемы Банка России меняет цвет с коричневого на темно-синий. На фальшивке же будет виден только блеск, а не изменение цвета. Стоит обратить внимание и на краску серийных номеров. Она не должна осыпаться. Согните денежную купюру пополам и потрите. В поддельной денежной купюре номер будет стираться. Если вы сомневаетесь в подлинности банкноты, не пытайтесь ее реализовать, а немедленно обратитесь в полицию. Также, если у вас имеются сведения о точках сбыта фальшивых денежных знаков, незамедлительно сообщите об этом в органы внутренних дел. 3 декабря во всем мире отмечается День инвалидов. Специально к этой дате единственный в Анапе ансамбль танца на колясках «Хэриданс» готовит новую программу. Несмотря на то, что участники коллектива ограничены физически, их таланты и творческие способности безграничны. В этом убедились наши корреспонденты. Этих людей объединяют не только похожие истории, но и любовь к искусству. Участники ансамбля «Хэриданс» – настоящий сплоченный коллектив, который существует два с половиной года. Победители различных краевых конкурсов, постоянные участники городских концертных мероприятий – эти люди живут полной жизнью, хотя и прикованы к инвалидным коляскам. Татьяна Гизлер – одна из тех, кто стоял у истоков создания ансамбля. У нас было первоначально четверо человек, двое мужчин и двое женщин. А вот в этом году к нам еще две девушки присоединились с колясочницей. Вот мы считаете, с февраля 2015 года мы занимаемся, а в этом году уже в шестером. У них у всех похожие истории. Кто-то получил травму, у кого-то отказали ноги после болезни. Ксения Безверхая перестала ходить после того, как попала в аварию, катаясь на снегоходе. Но ее оптимизм и жизнелюбие поражают. Девушка не только не опустила руки, но и нашла возможность реализовать себя в роли профессионального стилиста. И сейчас у нее далеко идущие планы на жизнь, в том числе и в танцах. Это только начало, и я надеюсь, что будет все совершенно на другом уровне. И свою жизнь я хочу связать с людьми на колясках, то есть помогать им каким-то образом выглядеть красивыми. В любой ситуации человеку нельзя опускать руки. Я считаю, что нам трудности даны только для того, чтобы мы могли расти. Преодолевая трудности, мы становимся сильнее. Александр Герасимов в автокатастрофе потерял своих друзей, а сам остался инвалидом. Несколько лет назад переехал в Анапу с Дальнего Востока. Об этом ни капельки не жалею, потому что здесь, в Анапе, все-таки жизнь для инвалида, она доступная во многих проявлениях этого, смысла этого слова. Ну, как бы можно себя раскрыть так, как не раскроешь себя, например, где я жил на Камчатке. Городочек здесь маленький, можно везде доступность на коляске. Можно проехать в любой конец города самому, без посторонней помощи. Ну, это очень важно для инвалидов, как бы, вот поэтому я здесь. Именно здесь, в Анапе, он обрел и свое счастье. Его невеста Юлия тоже колясочница, но это не мешает им строить крепкий семейный союз. Сама она не танцует, но с удовольствием наблюдает за творческими успехами будущего супруга. Я его в этом поддерживаю. Очень счастлива, что он занят не только работой, не только мной, а еще и занимается творчеством. Это вдохновляет, это придает больше сил, уверенности в себе. И сил, и уверенности у этих людей в избытке. Они с такой легкостью передвигаются по паркету, словно ими движет какая-то особенная сила. Еще одной движущей силой является их идейный вдохновитель, руководитель ансамбля Екатерина Васильева. Молодой профессиональный хореограф она пошла по непростому пути, но тем ценнее достижения, которых они добиваются все вместе. В студенческие годы я работала в Центре развития детского творчества как раз таки с детками с инвалидностью, и именно с колясочниками. Поэтому для меня это было ничего страшного. Для меня адаптация прошла быстро. Для меня сложнее всего было не то, что ребята с какой-то ограниченной возможностью, а с той, скорее всего, психологическим подходом к моим действиям, к моим тренировкам. Вот это было, наверное, самое сложное. Но мы очень быстро нашли общий язык. Сейчас участники ансамбля готовят абсолютно новые номера. 3 декабря, во Всемирный день инвалидов, они продемонстрируют свое творчество на показательных выступлениях в городском театре. И еще раз докажут, что перед сильным духом не бывает преград. В Краснодарской художественной галерее «Сантал» в торжественной обстановке подвели итоги краевого литературного конкурса «Кубани. Слово золотое». По его результатам целую россыпь наград завоевали авторы из Анапы. На конкурс поступило свыше 200 работ практически из всех муниципалитетов Кубани. Жюри было непросто выбрать победителей, так как уровень большинства представленных произведений оказался довольно высоким. Многие районы участвовали. Больше всех было работ из Анапы. И в декабре в нашей газете «Кубанские писатели» будут опубликованы итоги, и вы увидите, что среди лауреатов также превалируют анапчане. Конечно, это не случайно. Это итог большой работы вашего литературного объединения, издания «Альманаха Парус», который объединил их самых лучших, самых талантливых. Ну и, конечно, звучащий все ярче фестиваль «Поэзия русского слова». По мнению Светланы Макаровой, Анапа сегодня является яркой творческой единицей на карте Краснодарского края. И об этом свидетельствует то, что и в 2016, и в 2017 годах ряды краевого отделения «Союза писателей» пополнили жители нашего курорта. Прозаики, публицисты, поэты. Поэтому Анапа сегодня явный лидер. В номинации «Поэзия» у анапчан сразу два призовых места. На втором известный поэт Сергей Зубарев, на третьем – руководитель литературного объединения «Парус» Лариса Каменщикова. Специальным дипломом в номинации «Малая поэзия» отмечена Алина Хомич. Константин Чиганов завоевал третье место в номинации «Большая проза» и первое в номинации «Литература для детей и юношества». Также два первых места заняли писатели Елена Суханова и Ирина Иваськова. «Мне очень приятно, я очень благодарен за то, что меня оценили вот так вот высоко, очень хорошо. Постараюсь работать дальше, еще лучше. Впереди, как говорится, планов проводил». «Получив первое место, я использую его законную гордость, но не только за себя, за своих друзей, которые достойно представили Анапу в этом году. И я считаю, что мы в авангарде кубанской прозы». Также почетной грамотой Краевого отделения Союза писателей России была награждена Надежда Казанина. В этот же день в здании Кубанского казачьего хора состоялось праздничное мероприятие, посвященное 70-летию Краевой писательской организации. Собравшиеся вспомнили о самых ярких именах кубанских поэтов и прозаиков, тех, кого уже нет среди нас и тех, кто продолжает творить сегодня, радуя своими произведениями современных читателей. Вечер украсили творческие номера, поздравления гостей из Москвы и Краевого министерства культуры и чествования писателей, составляющих литературную славу Кубани. Руслан Душевский, Анапа-регион. Большая экологическая акция пройдет в эту субботу на Бугасской косе. 2 декабря в 10 часов в станице Благовещенской высадится целый десант волонтеров. Пополнить их ряды приглашают всех неравнодушных. В рамках субботника планируется очистить барханы Бугасской косы от бытового и природного мусора. Акция проводится в рамках взаимодействия СМЧС России и Общественной организации Краснодарского экологического клуба и Краснодарской региональной организации Федерации кайтинга и вейкбординга. Внести свой вклад в сохранение уникального уголка природы может каждый. Добровольцев ждут на пляже в 10 часов. При себе иметь перчатки и плотные мусорные пакеты. Телефон для связи 8-918-274-82-45. Сегодня Всемирный день домашних животных. Его главная задача – привлечь внимание общества и напомнить еще раз об ответственности людей за братьев наших меньших. Ежегодно тысячи собак и кошек пополняют армию бездомных животных. И чаще это происходит по вине человека. Почему же люди так легко предают тех, кто готов дарить им самую преданную и бескорыстную любовь? Ежемесячно более тысячи когда-то домашних собак и кошек оказываются на улице. Причины разные. Кто-то теряет питомца, а кто-то сознательно выбрасывает его на улицу, избавившись как от ненужного мусора. Большинство бывших домашних животных с трудом привыкают к улице. Многие не адаптируются и гибнут. Домашним животным, конечно, очень тяжело выживать на улице, ввиду того, что у них абсолютно не приспособлен к этому иммунитету. Они зачастую погибают в холода. Многие люди, приобретая забавного щенка или котенка, не отдают себе отчет, что одновременно берут на себя и ответственность за доверенное им животное. Это и уход, и правильное содержание, и гуманное обращение с домашним питомцем. Здесь идет проверка на все человеческие качества, ведь бродячие собаки и кошки не появляются ниоткуда. Большинство из них – это чьи-то когда-то домашние животные. Сейчас разрабатывают законы в поддержку животных, но многие пока не работают. И остается надежда только на неравнодушные добрые сердца. История лисенка – это история человеческого предательства и веры в чудо. Собачка часами молча стояла у дверей магазина, разных организаций, в надежде увидеть своего любимого хозяина. Видно, что она была домашней, жила в квартире или дома, воспитана и сдержана. Через полтора месяца заметили, что собачка пропала. Неравнодушные люди нашли ее истощенную и умирающую от холода и болезни на асфальте. Привезли в клинику. Сейчас о лисенке заботятся, лечат, кормят. Она на временной передержке. Ей помогает, как говорится, всем миром. В ее глазах засветилась надежда. Скоро лисенок будет здорово и опять красиво, как раньше. Но без заботливых ручек и тепла она не выживет. Следующий, 2018 год – год собаки. Говорят, завести собаку в этом году к большому счастью. Посмотрите, может быть, это рыжее счастье ждет именно вас, а в подарок вам гарантирована любовь и вечная преданность. Оксана Рябухина, Сергей Сажин, Алексей Чупренюк. Специально для Анапа регион. Как показывает статистика, домашние животные есть в каждой третьей квартире. Для многих питомцы являются практически полноправными членами семьи. Психологи утверждают, что дружелюбные собаки и кошки благоприятно влияют на психику и здоровье человека. Мы спросили у анапчан, какие питомцы живут в их домах и что они думают о братьях наших меньших. Два кота, одна кошка. Муська, Барсик и Пусик. Завести решили, потому что на то время у меня, например, не было детей и кошки. Не знаю, за ними и ухаживать можно, и они ласковые. У нас есть два йорка, Полкан и Жучка. Они маленькие, поэтому мы их и завели. С ними очень удобно, потому что они компактные. Есть повод погулять, особенно летом, повыгуливают кролика на травке. Собака, наверное, больше нас выгуливает утром и вечером, поэтому я думаю, что домашние животные – это большой плюс. Энергия положительная от них идет. Ну и не знаю, как-то они даже говорят, коты лечат. На ноги положил, там погладил его. То есть уже как бы позитив получаешь от них. Далее информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте «Анапа-Регион.ру». Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова